Карагандинский технический университет. Кафедра строительные материалы и технологии. Лекция по дисциплине вяжущие вещества на тему разновидности портлан-цемента, гидравлическая известь, роман-цемент. Лекция предназначена для студентов образовательной программы производства строительных материалов, изделий и конструкций. Автор лекции – старший преподаватель кафедры СМИТ Дивак Людмила Анатольевна. План занятия. План гидравлической извести и роман-цемента. Перед тем, как мы приступим к изучению нового материала, я предлагаю повторить все, о чем мы говорили с вами на предыдущих занятиях. Производство портлан-цемента – это сложный технологический энергоемкий процесс, который можно разделить на два комплекса операций. Это изготовление клинкера и непосредственно получение портлан-цемента посредством измельчения клинкера совместно с гипсом, активными минеральными и другими добавками при необходимости. Процесс производства портлан-цемента складывается из пяти основных технологических операций. Первая операция – это добыча сырьевых материалов, их доставка на завод. Вторая операция – это дробление и помол сырьевых материалов. Третья операция – приготовление и корректирование сырьевой смеси. Четвертая операция – обжиг сырьевой смеси, то есть получение клинкера. И пятая операция – помол клинкера с добавками, то есть непосредственно получение самого цемента. На цементном заводе необходимо иметь запас сырья, шлама, топлива, который будет обеспечивать непрерывную работу предприятия на случай перебоев снабжения. Нормами технологического проектирования цементных заводов рекомендуется следующие запасы материалов в сутках. Известника – 3-5 тонн, корректирующих добавок – 15-20 тонн, гипсового камня – от 30 до 40 тонн, активных минеральных добавок – от 15 до 20 тонн, твердого топлива – от 10 до 15 тонн и жидкого топлива – 15 тонн. Запас мягких пород обычно достигается хранением грубомолотых шламов, рассчитанных на 2-3 суток работы завода. Гидравлические вяжущие вещества, в отличие от воздушных вяжущих, имеют более сложный химический состав. И вот химико-минералогический состав сырья меняется в широких пределах, даже в пределах одного месторождения. И получение сырьевой смеси постоянного состава является достаточно сложной задачей. Но перерабатываемое цементное сырье отличается не только составом, но и физико-техническими свойствами – влажностью, прочностью. И для каждого вида сырья выбирается такой способ подготовки, который будет обеспечивать тонкое измельчение и равномерное перемешивание компонентов шехты с минимальными энергетическими затратами. В зависимости от вида подготовки сырья к обжигу различают мокрый, сухой, полусухой и комбинированные способы производства портанцементного клинкера. Цементный клинкер выходит из вращающейся печи в виде мелких камнеподобных зерен, гранул темно-серого или зеленовато-серого цвета. На выходе из печи клинкер охлаждается с температуры 1000 градусов Цельсия до температуры 100-200 градусов Цельсия. Охлаждение производится в колосниковых, рекуператорных, других холодильниках. После этого клинкер выдерживается на складе 1-2 недели. Готовый портанцемент – это тонкий порошок темно-серого или зеленовато-серого цвета. На выходе из мельницы он имеет высокую температуру, это примерно 80-120 градусов Цельсия. Он направляется пневматическим транспортом для хранения в силосы, которые обычно имеют вид железобетонных банок. Цемент в силосах выдерживается до охлаждения. Одновременно происходит гашение остатков свободного оксида кальция. Это происходит под действием влаги воздуха. Затем из силосов цемент погружается в автоцементовозы, в вагоны цементовозы или крытые железнодорожные вагоны. Часть цемента направляется на отвешивающие упаковывающие машины и поставляется в мешках потребителям. Первый раздел – разновидности портланд-цемента и особенности его производства. В настоящее время различают более 70 видов портланд-цемента. И при получении цементов с заданными специальными свойствами можно использовать следующие основные пути. Это регулирование минерального состава и структуры цементного клинкера, регулирование тонкости помола и зернового состава цемента и введение в состав цемента минеральных и органических добавок. Все 70 видов портланд-цемента мы рассматривать не будем, рассматриваем наиболее часто встречающиеся. Вот одним из таких видов портланд-цемента является быстротвердеющий портланд-цемент. Он отличается от обычного портланд-цемента более интенсивным набором прочности в первые трое суток твердения. Согласно требованиям стандартов, быстротвердеющий портланд-цемент марки 400 должен иметь через трое суток твердения в нормальных условиях предел прочности при сжатии не менее 24,5 мегапаскаль, а быстротвердеющий портланд-цемент марки 500 не менее 27,5 мегапаскаль. Через трое суток твердения рост прочности замедляется и к 28-суточному возрасту уже прочность быстротвердеющих цементов такая же, как и у обычного портланд-цемента марки 400-500 соответственно. Быстрое твердение быстротвердеющих портланд-цементов достигается повышенным содержанием в клинкере активных минералов и более тонкого помола цемента. Удельная поверхность зерен при этом может составлять от 3,5 тысяч до 4 тысяч сантиметров квадратных на грамм. При помоле быстротвердеющих цементов допускается введение активных минеральных добавок осадочного происхождения. Их количество не должно превышать 10%. Также можно применять доменные гранулированные шлаки. Их количество может достигать до 20% от массы цемента. Разновидностью быстротвердеющего цемента является особо быстротвердеющий портланд-цемент. Он характеризуется не только большой скоростью твердения в начальный период, но и высокой маркой. То есть особо быстротвердеющий портланд-цемент может выпускаться маркой М600, М700. Такой цемент изготавливается тонким измельчением клинкера, который содержит 65-68% аллита и не более 8% трехкальцевого алюмината. Измельчение проводится совместно с добавкой гипса до удельной поверхности 4400-4500 сантиметров квадратных на грамм и более. При производстве особо быстротвердеющих портланд-цемента введения минеральных добавок не допускаются. Кроме быстротвердеющих портланд-цементов и особо быстротвердеющих портланд-цементов разработан также сверхбыстротвердеющий цемент специального минерального состава. Такой цемент обеспечивает интенсивное нарастание прочности уже в первые сутки его твердения, то есть уже через 6 часов его прочность составляет 10 мегапаскаль. Интенсивность роста прочности бетона на быстротвердеющих цементах возрастает в условиях тепловлажностной обработки изделий при температуре 70-80 градусов Цельсия. И через 4-6 часов удается получить изделие с прочностью, которое будет соответствовать 70-80% от 28-суточного возраста. Быстротвердеющий портлан цементы целесообразно применять при массовом производстве сборных железобетонных изделий, а также при проведении зимних бетонных работ. Применение быстротвердеющих цементов дает возможность сократить расход цемента, снизить длительность тепловлажностной обработки или даже отказаться от нее. Этим можно увеличить оборот форм и сэкономить металл. Быстротвердеющие цементы нельзя применять для бетонов массивных конструкций и для бетонов, которые подвергаются сульфоаллюминатной коррозии. Следующая разновидность портлан цементов – это сульфатостойкий портлан цемент. Он отличается от обычного портлан цемента не только более высокой стойкостью сульфатной коррозии, но и пониженной экзотермией при твердении и повышенной морозостойкостью. Клинкер для изготовления сульфатостойких портлан цементов должен содержать не более 50% трехкальцевого силиката, не более 5% трехкальцевого алюмината и не более 22% трехкальцевого алюмината и четырехкальцевого алюмоферита. Сульфатостойкий портлан цемент выпускают марки 400. Он применяется в тех случаях, когда одновременно требуется высокая стойкость против воздействия сульфатных вод и попеременного замораживания и оттаивания, высыхания и увлажнения в преслой или слабо минерализованной воде. Технологии изготовления сульфатостойкого портлан цемента и обычного цемента отличаются очень незначительно, но здесь необходима организация более жесткого технического контроля. Такие вяжущие получаются после одновременного тонкого помола гипса и портлан цемента клинкера. В качестве минеральных добавок широко используются электротермофосфорные, гранулированные доменные шлаки. Их количество в сырьевой смеси может составлять от 10 до 20%. Для сульфатостойкого шлака портлан цемента их количество может составлять от 40 до 60%. Также в качестве активных добавок могут быть применены осадочные породы. Их количество составляет при этом от 5 до 10%. Большое значение при производстве сульфатостойкого портлан цемента имеет состав клинкера. В нем должно быть не более 50% трехкальцевого силиката, не более 5% трехкальцевого алюмината. Длинноземистый модуль должен быть 0,7 или более. Также обязательно необходимо учитывать, что сумма трехкальцевого алюмината и четырехкальцевого алюмоферита в клинкере должна быть не более 22%. В составе также может быть оксид магния, оксид алюминия. Их количество может быть до 5%. Также в составе глинистой составляющей рекомендуется применять опоку или трепел. Следующие разновидности портлан цемента – это белые и цветные портлан цементы. То есть это декоративные вяжущие материалы, использование которых в строительстве позволяет улучшить эстетический вид зданий и сооружений при меньших затратах по сравнению со строительством зданий и сооружений с применением других отделочных материалов. Белый портлан цемент получает посредством измельчения белого клинкера совместно с добавками гипса и белого диаметомита. Их количество может составлять до 6%. Также для того, чтобы получить белый клинкер, необходимо для приготовления сырьевой смеси применять карбонатные породы и глины с малым содержанием оксидов железа до 0,4-0,5%. И марганца. Количество марганца допускается до 0,15%. Для повышения белизны клинкера его подвергают отбеливанию. Основным показателем качества белого цемента как декоративного материала является степень его белизны. По степени белизны белый портлан цемент делится на три сорта – это первый, второй и третий. По прочности нажатия белый портлан цемент делится на марки М400 и М500. Цветные цементы изготавливаются путем совместного помола белого клинкера и свето- и щелочистойких пигментов или непосредственно из цветного цементного клинкера. Цементные цветные клинкеры получают, вводя в сырьевые смеси небольшое количество оксидов некоторых металлов. Например, кобальт дает коричневый цвет, хром – желто-зеленый цвет, марганец придает голубой и бархатно-черный цвет. Следующий вид цементов – это портлан цемента с органическими поверхностно-активными добавками. Такие портлан цементы получают путем совместного помола портлан цементного клинкера, гипса и небольшого количества добавок поверхностно-активных веществ. Количество поверхностно-активных веществ должно составлять не более 0,3% от массы цемента. Допускается выпускать все цементы с поверхностно-активными добавками, не выделяя их в особый класс. Основное назначение поверхностно-активных добавок сводится к повышению пластичности цементного теста, растворных и бетонных смесей при том же содержании в них воды, либо к снижению водопотребности смеси и расхода цемента при сохранении заданной подвижности и проектной прочности бетона. Вместе с тем поверхностно-активные вещества оказывают положительное влияние на формирование структуры цементного камня, способствуют повышению морозостойкости, водонепроницаемости и других свойств бетона. Также такие добавки повышают производительность мельниц цементных заводов на 10-15%, и при этом еще одновременно происходит снижение расхода электроэнергии. Поверхностно-активные вещества в зависимости от их влияния на свойства цемента, цементного камня, подразделяют на гидрофильно-пластифицирующие, которые повышают смачиваемость цементного порошка водой, и гидрофобно-пластифицирующие, которые наоборот понижают смачиваемость. Ну и в соответствии с этим портланцементы с гидрофильными добавками называют пластифицированными, а портланцементы с гидрофобными добавками называют гидрофобными. Пластифицированные портланцементы получают при помоле клинкера с добавкой гидрофильно-пластифицирующих веществ. Их количество составляет от 0,15% до 0,25% от массы цемента. В качестве таких добавок может быть использован лигносульфонат технический, который получают как отход при сульфитной варке целлюлозы. Лигносульфонат ассорбируется на поверхности зерен цемента и улучшает их смачивание водой. Образующиеся ассорбционно-гидратные слои воды обеспечивают гидродинамическую смазку зерен, уменьшается трение между этими зернами и одновременно препятствует слипанию зерен в хлопья. Благодаря этому повышается пластичность цементного теста, ну и соответственно в бетонной смеси повышается устойчивость к расслоению. Такие свойства пластифицированного портланцемент, как сроки схватывания, скорость твердения, прочность, примерно соответствует свойствам обычных портланцементов, но применение пластифицированного портланцемента дает возможность снизить трудоемкость укладки бетонной смеси, уменьшить расход цемента, снизить водоцементное отношение и соответственно увеличить плотность, прочность, мородостойкость и водонепроницаемость бетона. Пластифицированные портланцементы широко используются в дорожном, аэродромном и гидротехническом строительстве. Гидрофобный портланцемент впервые был предложен Хигеровичем и Скромтаевым. Такой цемент получают, вводя при помоле клинкера от 0,1% до 0,3% мыла нафта, осидола, окисленного петролатома, синтетических жирных кислот, их кубовых остатков и других гидрофиабизирующих поверхностно-активных добавок. Гидрофобный цемент, в отличие от обычного портланцемента, при длительном хранении даже в очень влажных условиях не комкуется, сохраняет свою активность. Гидрофобные цементы целесообразно использовать при изготовлении бетонов для гидротехнического, дорожного, аэродромного строительства, а также широко используются в тех случаях, когда цемент необходимо длительно хранить или перевозить на дальние расстояния. К портланцементам с активными минеральными добавками относят цементы, получаемые совместным помолом портланцементного клинкера и активных минеральных добавок, или тщательным смешиванием этих компонентов после раздельного измельчения каждого из них. В зависимости от вида минеральной добавки и ее количества, портланцементы с минеральными добавками делятся на три вида. Это портланцементы с минеральными добавками ПЦД, пуцелановые портланцементы ППЦ и шлака портланцементы ШПЦ. Минеральные добавки могут быть природного и искусственного происхождения. К природным активным минеральным добавкам относят некоторые виды осадочных горных пород, таких как диатомит, трепел, опок, угли, ежи, а также породы вулканического происхождения, то есть вулканический пепел, пуф, пемза. А вот в качестве искусственных активных минеральных добавок используются попочные продукты и отходы промышленности. Это могут быть быстро охлажденные, гранулированные, доменные и электротермофосфорные шлаки, топливные изолы и шлаки, нефилиновый шлам, то есть это побочный продукт производства глинозема, и глины, обожженные при температуре до 800 градусов Цельсия. В составе минеральных добавок в значительном количестве содержатся химические активные составляющие, аморфный водный диоксид кремния, аморфный диоксид кремния и алюмосиликаты, метокооленитый активный глинозем. И если такие добавки тонко измельчить, то в присутствии влаги даже при обычной температуре они способны взаимодействовать с гидроксидом кальция, который находится в извести, или выделяется при твердении портландцемента, и при этом образуются практически нерастворимые продукты реакции. Портландцемент с минеральными добавками, ПЦД, получают измельчением клинкера, минеральных добавок и гипса. Предельно допустимое содержание минеральных добавок в цементе не должно превышать 20%. При этом практически сохраняются все свойства портландцемента, кроме морозостойкости, морозостойкость в несколько раз ниже, а некоторые свойства даже улучшаются, такие как водостойкость, тепловыделение, сопротивляемость к коррозии первого вида. При получении портландцемента с минеральными добавками ПЦД идет экономия портландцементного клинкера, и в результате себестоимость цемента снижается. Портландцемент с минеральными добавками выпускается марок М400, М500, М550 и М600. В некоторых случаях на отдельных заводах по специальному разрешению допускается выпускать портландцемент с минеральными добавками марок М300. Все портландцементы с минеральными добавками применяют в строительстве вместо портландцемента, за исключением тех случаев, когда требуется высокая морозостойкость. Портландцементы с минеральными добавками имеют такие разновидности, как быстротвердеющий портландцемент и сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками. Для получения таких цементов используется клинкер, состав которого аналогичен клинкеру быстротвердеющего и сульфатостойкого портландцемента, и минеральные добавки. Гранулированного шлака должно содержаться не более 20%, трепелоапокодиатомита должно быть не более 50%. Пуцелановые портлан-цементы изготавливают путем совместного тонкого помола-клинкера, который содержит не более 8% трехкальцевого алюмината, необходимого количества гипса и активной минеральной добавки, количество которой может составлять от 20% до 40%. Также пуцелановый цемент можно изготавливать посредством тщательного смешивания этих же материалов, которые предварительно измельчаются раздельно. Содержание активных минеральных добавок устанавливается с учетом активности минеральной добавки и минерального состава клинкера. Пуцелановый портлан-цемент относится к группе сульфатостойких цементов и выпускается марок М300 и М400. Шлака портлан-цемент изготавливается так же, как и пуцелановый портлан-цемент, с тем различием, что здесь в качестве активной минеральной добавки используются доменные гранулированные шлаки. Содержание их должно быть не менее 21%, но при этом не более 80% от массы цемента. Шлака портлан-цемент выпускает трех марок М300, М400, М500, и он имеет в свою очередь также две разновидности. Это быстротвердеющий шлака портлан-цемент и сульфатостойкий шлака портлан-цемент. Быстротвердеющий шлака портлан-цемент изготавливают из высококачественных клинкеров и активно гранулированных шлаков. Их размалывают до удельной поверхности 4000-5000 см2 на грамм. И через трое суток твердения в нормальных условиях быстротвердеющий шлака портлан-цемент должен иметь прочность при сжатии не менее 13,6 мегапаскаль. Сульфатостойкий шлака портлан-цемент также относится к группе сульфатостойких цементов. Повышенная сульфатостойкость этого цемента обеспечивается применением клинкера и гранулированного шлака. Другие минеральные добавки, кроме шлака, не допускаются. И при таком составе вяжущего в затвердеющем камне преобладают низкоосновные гидросиликаты и гидроаллюминаты кальция. И практически отсутствует свободный гидроксид кальция. Это как раз таки и способствует повышению сульфатостойкости шлака портлан-цемента по сравнению с обычным портлан-цементом. Глиноземистый цемент – это гидравлическое вяжущее вещество, которое обеспечивает получение цементного камня высокой прочности в очень короткие сроки, то есть буквально за одни-трое суток. Такой цемент в некоторых случаях могут называть еще иллюминатным, так как в его составе преобладают низкоосновные алюминаты кальция. Их количество может достигать до 85%. Сырьем для производства глиноземистого цемента служит смесь пород с высоким содержанием глинозема, чаще всего абоксидов, и известняков или извести. Также может применяться более дешевое сырье – это алюминиевые шлаки и материалы, которые получают обжигом высокоглиноземистых глин. Глиноземистые цементы изготавливают плавлением сырьевой смеси в электрических печах, в огранках, конвертерах. Температура плавления составляет более 1500 градусов Цельсия и реже применяют обжиг до спекания при температуре около 1300 градусов Цельсия во вращающихся печах или на агломерационной ленте. Сплав, который получается после воздействия высокой температуры или клинкер, охлаждают, размалывают в порошок, так же, как и при производстве портман-цемента. Сплав и клинкер глиноземистого цемента отличаются высокой твердостью, поэтому получается, что глиноземистый цемент очень трудно размалывается, соответственно, затрачивается большее количество электроэнергии и происходит более быстрый износ мелющего оборудования. И вот как раз-таки эти факторы являются причиной более высокой его стоимости, то есть глиноземистый цемент несколько раз дороже, чем обычный портман-цемент. Твердение глиноземистого цемента протекает очень интенсивно, то есть уже было сказано, что идет набор высокой прочности в очень короткие сроки и за трое суток прочность может достигнуть практически 90%. Глиноземистый цемент образует цементный камень высокой плотности, пористость такого камня почти в два раза меньше, чем портман-цементного. Это связано с тем, что при твердении он химически связывает воду примерно в два раза больше, чем портман-цемент, и промежутки между кристаллами двухкальцевого гидролюмината заполняются гидрооксидом алюминия, который имеет плотное строение. Глиноземистый цемент приобретает и длительно сохраняет высокую прочность только в том случае, если он твердеет при умеренных температурах. Если температура превышает 25-30 градусов Цельсия, то происходит перекристаллизация двухкальцевого гидролюмината в трехкальцевый гидролюминат. Это сопровождается уменьшением объема новообразований примерно на 25-30%, возникновением вредных напряжений в цементном камне, и в результате все это ведет к снижению прочности в 2-3 раза. Твердение глиноземистого цемента сопровождается интенсивным выделением теплоты, достигающим через одни сутки 70-80% полной экзотермии, и поэтому глиноземистый цемент нельзя применять в условиях жаркого климата и при тепловлажностной обработке изделий. Также глиноземистый цемент не применяет при бетонировании массивных конструкций. Бетоны, которые получают на основе глиноземистых цементов, морозостойкие, более морозостойкие по сравнению с портланцементом. Также они более стойкие против выщелачивающей коррозии. Они очень хорошо противостоят воздействию растворов сульфата, кальция, магния, морской болотной воды, раствором сахара, животным, растительным маслам. Но при этом глиноземистый цемент может быстро разрушаться слабыми растворами солей, аммонии и щелочей. Такие бетоны не применяются в щелочных средах. Также нельзя смешивать их с визвестью или портланцемента. На основе глиноземистого цемента в смеси с жаростойкими заполнителями изготавливают бетоны, которые хорошо сопротивляются действию высоких температур от 1000 градусов Цельсия и выше. И глиноземистый цемент также может быть использован для получения расширяющихся цементов. Расширяющийся и безусадочный цемент – это следующие виды портланцемента. Твердение всех гидравлических вяжущих в воздушной среде сопровождается уменьшением объема цементного камня, то есть усадкой. И усадочные деформации могут привести к образованию трещин в бетонах. Это может нарушить монолитность конструкции и, соответственно, снизить их долговечность. Для расширяющихся и безусадочных цементов характерно равномерное переращение объема цементного камня в начальный период твердения, и это компенсирует усадочные явления. Линейное расширение у расширяющихся цементов обычно составляет от 0,3% до 1%, а у безусадочных цементов от 0,01% до 0,1%. Многочисленные виды расширяющихся цементов представляют собой смешанные цементы, которые состоят из основного вяжущего вещества, то есть глиноземистого или портланцемента, и компонентов, которые будут обеспечивать увеличение объема цементного камня в начальный период твердения. В большинстве случаев в качестве таких компонентов используются гипс, высокоосновные гидролюминаты, кальция и глиноземистые шлаки. В промышленности строительных материалов и изделий в настоящее время нашли применение следующие виды расширяющихся цементов. Это цементы на основе глиноземистого цемента, такие как водонепроницаемый расширяющийся цемент, водонепроницаемый безусадочный цемент, глиноземистый цемент, а на основе портланцемента это расширяющийся портланцемент и цементы на основе портланцемента и глиноземистого цемента, которые носят название напрягающий цемент. Водонепроницаемый расширяющийся цемент получают смешиванием или совместным помолом глиноземистого цемента. Его количество составляет 70%. Полуводного гипса в количестве 20%. И молотого специально изготовленного высокоосновного гидроаллюмината кальция. Водонепроницаемый безусадочный цемент состоит из тех же компонентов, что и водонепроницаемый расширяющийся цемент, но эти компоненты представлены в нескольких иных соотношениях. Такие цементы быстро схватываются, то есть начало схватывания у водонепроницаемых безусадочных цементов в несколько минут и нет схватывания не позднее 5-10 минут. Они быстро твердеют. К 3 суток они достигают 60-80% марочной прочности. Цементный камень, который образует водонепроницаемые цементы, обладает высокой водонепроницаемостью. Такой цементный камень выдерживает давление воды до 0,7 мегапаскаль. Отсюда их название – водонепроницаемые. Водонепроницаемые расширяющиеся и безусадочные цементы применяют для заделки и гидроизоляции швов-тюбингов, раструбных труб, стыков, трещин в бетонных, железобетонных конструкциях, также в качестве подливок под машины и фундаменты. Нельзя применять эти цементы в конструкциях, которые эксплуатируются в среде с недостаточной влажностью или при температуре более 80 градусов Цельсия. Расширяющиеся портландцементы состоят из следующих компонентов. Портландцементный клинкер – 58-63%, высокоглинноземистый доеменный шлак – от 5 до 7%, выводный гипс – от 7 до 10%, и активных минеральных добавок допускается от 20 до 25%. Все компоненты совместно размалывают в тонкий порошок и получают непосредственно сам цемент. Расширяющийся портландцемент характеризуется быстрым нарастанием прочности по сравнению с обычным портландцементом. Особенно быстро нарастает прочность при кратковременном пропаривании изделий. Также такие цементы характеризуются высокой плотностью и водонепроницаемостью цементного камня. Расширяющиеся портландцементы применяются там же, где и другие расширяющиеся цементы. А также при производстве сборной железобетонных изделий, что позволяет сократить время тепловой обработки до 4-6 часов. Напрягающие цементы изготавливают на основе клинкеров портландцемента. Его количество составляет от 65 до 70%. И глиноземистого цемента. Их количество составляет от 16 до 20%. Обязательно в состав вводится двуводный гипс от 14 до 16%. Изготовление происходит путем совместного помола до удельной поверхности не менее 3500 см2 на грамм. Напрягающий цемент быстро схватывается, буквально через 2-7 минут. Очень быстро твердеет. И через сутки нормального твердения он уже приобретает прочность до 20 мегапаскаль. Характерной особенностью такого цемента является не только значительная величина, но и большая энергия расширения, что обеспечивает самонапряжение камня до 3-4 мегапаскаль. Это свойство напрягающих цементов позволяет использовать его для изготовления самонапряженных железобетонных конструкций, в которых натяжение арматуры возникает при расширении твердеющего цемента. И при этом арматура может получить двух-трехосное напряжение, чего достаточно трудно добиться при применении обычных приемов натяжения арматура. Напрягающий цемент рекомендуется применять для изготовления напорных труб, других тонкостенных железобетонных изделий, ну и, соответственно, для конструкции с напряженной арматурой. Так, ну вот мы с вами рассмотрели наиболее распространенные виды портланцемента в технологиях изготовления, основные свойства, отличия от обычного портланцемента. И теперь переходим к изучению следующего раздела. Это гидравлическая известь, понятия, свойства и технологии изготовления. Гидравлическая известь – это продукт, который получает обжигом при температуре от 900 до 1100 градусов Цельсия известняков, который содержит от 6 до 20% глинистых примесей. Такие известняки называют обычно мергелистыми. Они могут содержать примеси песка, которые иногда встречаются в значительных количествах, например, в окременелых известняках. Мергелистые известняки также могут содержать углекислый кальций, то есть они могут быть доломатизированными, и также другие примеси. Обычно к мергелям относят породу, которая содержит от 30 до 90% оксидов кальция или магния и, соответственно, от 70 до 10% глинистых частиц. Известники с содержанием глинистых примесей от 2 до 8% называют слабомергелистыми известняками, а получаемая из них известняка носит название слабогидравлическое. При содержании глинистых примесей в пределах от 8 до 20% известняки называются мергелистыми, и получаемая из них известняка носит название сильногидравлическое. Слабогидравлическая известняка в обычном виде гасится частично, а сильногидравлическая известняка вообще не гасится. Для того, чтобы придать определенные свойства, свойства вяжущих веществ, гидравлическая известняка должна быть подвергнута тонкому помолу. Гидравлическая известняка после твердения на воздухе может твердеть как в воде, так и во влажной среде. По минеральному составу мергели также бывают известковые, мелоподобные, доломитовые, и в зависимости от примесей различают кремнеземистые, глауконитовые, песчанистые, слюдистые, бетуминозные и углистые мергели. Также окраска мергели различна, но чаще всего она светлая. Также мергели могут быть использованы как сырье в производстве некоторых видов цемента. И составные части мергеля обычно разделяют на две группы по растворимости их в соляной кислоте. И все, что не растворяется, относится к глине. Кроме глины в мергелях также могут присутствовать углекислые соли, магния и железо, окислы железа, иногда марганца, и также примеси ангидрита. Свойства гидравлической извести. Истинная плотность составляет от 2,6 до 3 г на сантиметр кубический. Насыпная плотность в рыхлонасыпном состоянии от 700 до 800 кг на метр кубический, а в уплотненном состоянии от 1000 до 1100 кг на метр кубический. Пластичность и удобообрабатываемость строительных растворов на гидравлической извести при прочих разных условиях меньше по сравнению с растворами на воздушной извести. Гидравлическая известь является медленно схватывающимся вяжущим веществом. И в зависимости от содержания в ней свободного оксида кальция сроки схватывания могут колебаться до начала схватывания в пределах от 0,5 до 2 часов. И конец сроков схватывания может составлять от 8 до 16 часов. Равномерность изменения объема при твердении главным образом зависит от содержания в гидравлической извести грубо измельченных зерен, а также от оксидов кальция, оксидов магния. Содержание активных оксида магния в гидравлической извести представлено в таблице. Равномерность изменения объема при твердении гидравлической извести устанавливается испытанием образцов в виде лепешек, которые изготавливаются из теста. При правильно выбранном режиме твердения строительные растворы и бетоны на гидравлической извести обладают более высокой прочностью по сравнению со строительными растворами и бетонами, изготовленными на воздушной извести. При испытании гидравлической извести образцы кубы размерами 7,07 на 7,07 сантиметров из малопластичного раствора состава 1 к 3 по массе с нормальным воздухическим песком должны иметь прочность при сжатии через 28 суток комбинированного хранения. У сильной гидравлической извести прочность будет составлять 5 мегапаскаль, у слабо гидравлической не менее 1,7 мегапаскаль. Цвет гидравлической извести желтоватый или серый. Количество непогасившихся зерен должно быть не более 15% от веса негашенной извести. При взаимодействии гидравлической извести с водой протекают процессы, которые характерны как для воздушного, так и для гидравлического твердения. Первые процессы обусловлены твердением известковой части, а вторые процессы обуславливаются твердением силикатов, алюминатов, ферритов, кальция. При этом происходит образование гидросиликатов, гидроаллюминатов и гидроферритов кальция. Известь может выпускаться в виде кусков или порошка. Она содержит низкоосновные минералы, свободные окиси кальция и магния. Чем больше содержание свободных окисей кальция в извести, тем меньше у извести способность к гидравлическому твердению. Сейчас на слайде представлена зависимость свойств извести от содержания окиси кальция. Смоченная водой гидравлическая известь гасится, рассыпается в порошок, а если не смачивать гидравлическую известь водой, а залить ее водой, то в результате образуется пластичное тесто, но для того, чтобы оно затвердело, рекомендуется хранить его не более суток. Негашенная гидравлическая известь представляет собой порошок желтоватого цвета. Преимуществом негашенной извести является более быстрое схватывание твердения. Предел прочности при сжатием для слабогидравлической извести составляет не менее 1,7 мегапаскаль, а для сильногидравлической не ниже 5 мегапаскаль через 28 суток нормального твердения. Но при этом мы с вами говорили раньше, когда изучали непосредственно цемента, что образцы цементных балочек сутки выдерживаются во влажном воздухе, и потом 28 суток происходит твердение непосредственно уже в воде. А для гидравлической извести такое не подходит. Здесь 7 суток набор прочности идет во влажном воздухе, и только потом на 21 сутки образцы из извести помещаются в воду. Гидравлическую известь получают путем обжига мергелей при умеренных температурах в диапазоне от 900 до 1100 градусов Цельсия. Предварительно поступающие из карьеров сырье разбиваются на куски. Их размер в конечном итоге должен составить от 60 до 150 мм. Затем мергель погружается в шахтную печь, которая снабжена топкой полного сгорания или газовой. Готовая гидравлическая известь подвергается тонкому дроблению, что в последующем улучшает условия гашения. Температура обжига зависит от содержания в сырье глинистых и магнезиальных примесей. Чем больше в сырье таких примесей, тем получается ниже температура обжига. При обжиге мергелистых известняков, так же как и при обжиге воздушной извести, углекислые кальции и магнии разлагаются. Происходит взаимодействие между этими соединениями и оксидами кальция и магния. Также взаимодействие происходит между песчаными и глинистыми примесями. И такие реакции происходят в основном в твердом состоянии. Ну и здесь хотелось бы отметить, что расход условного топлива при обжиге гидравлической извести ниже, чем при обжиге воздушной извести. На качество гидравлической извести влияет множество факторов. Некоторые из них давайте с вами перечислим. Это температурный режим извести обжигательных печей в зоне обжига. В результате перепадов температурного режима может происходить образование пережога или недожога. Таким же фактором, который влияет на качество готовой продукции, является тип применяемого теплового оборудования. Он должен соответствовать типу обжигаемого исходного сырья. Большое влияние на качество гидравлической извести оказывает технологическая схема производства продукта. То есть предусмотрен ли в конце помол извести после обжига. На показатель качества извести влияет модуль основности. Чем он выше, тем ниже гидравлические свойства извести и при этом возрастают воздушные свойства. И также на качество гидравлической извести влияет тонкость помола. Чем выше тонкость помола, тем выше его качество. При схватывании твердения молотой гидравлической извести протекают физико-химические процессы, которые характерны для твердения молотой негашенной извести с одной стороны и гидравлических вяжущих с другой стороны. Специфические свойства гидравлической извести обуславливают необходимость обеспечить сначала воздушно-сухие условия твердения. Мы уже с вами говорили об этом сегодня. То есть 7 суток выдерживается во влажном воздухе и затем влажные условия. То есть на 21 сутки готовые образцы могут помещаться непосредственно в воду. Это делается для гидротации силикатов, алюминатов и фиоритов кальция. Чем больше в извести свободного оксида кальция, тем более продолжительным должно быть начальное твердение в воздушной среде. Рассмотрим достоинства и недостатки гидравлической известия. К достоинствам относится экологичность. То есть обладает минералогической частотой сырья, нейтральностью. Это отсутствие или совсем небольшое количество примесей, следов растворимых солей, отсутствие пуцелановых веществ, гипса, цемента, других природных или искусственных добавок. И благодаря природной частоте химического состава невозможно возникновение сульфатной агрессии, которая характерна цементным раствором и разрушительным щелочно-кремнеземным реакциям. Известь обладает паропроницаемостью. Высокая степень паропроницаемости растворов на основе известия означает непременное выведение влаги и предотвращение образования конденсата в стенах здания. Объемная отдача извести значительно выше других вяжущих веществ. Она практически выше в 2,5 раза. При производстве извести не надо тратить время на догашивание извести, на доводку или переделку работ, на компенсацию усадки или расширение раствора. Известь обладает таким свойством, как самовосстановление. То есть высокая пластичность растворов приводит к тому, что такие растворы могут как бы самозаживлять умеренные следы усадки. Ну и также достоинством известия является конечная прочность и упругость отвердевших растворов. Известь, изделие на основе известия обладает долговечностью, эстетичностью. Окрашенные поверхности остаются белыми без выявления высолов. Растворы на основе гидравлической известия устойчивы к жаре, засухе, осадкам, морозам. Они имеют высокую сопротивляемость микрофлоре, химикатам. Ну и гидравлическая известь, так же как и воздушная известь, используется для изготовления кладочных, штукатурных растворов. А вот растворы и бетоны на гидравлической извести можно применять в конструкциях, которые находятся в воздушной среде и во влажных условиях. Употреблять гидравлическую известь можно для приготовления легких и тяжелых бетонов низких классов, которые применяются при строительстве различных частей зданий. Также гидравлическую известь допускается применять для кладки фундаментов ниже уровня грунтовых вод. При условии предохранения конструкции в течение первых 7-14 дней твердения от непосредственного воздействия воды. На основе гидравлической извести можно изготавливать смешанные цементы, такие как известково-шлаковые, известково-пуцелановые и известково-зольные. Ну и следующий, третий раздел, заключительный на сегодня – это роман-цемент, понятия, свойства и технологии изготовления. Роман-цемент. Роман-цемент был изобретен в 1796 году. Его изобретателем является англичанин Паркер. Он впервые запатентовал технологию производства роман-цемента. Роман-цемент – это вещество, которое получают при тонком помоле обожженных, не доведенных до спекания, доломитизированных и чистых мергелей, которые в своем составе содержат более 25% глинистых мергелей и глинистых примесей. Для регулирования свойств роман-цемента в его состав могут быть введены до 15% минеральных активных добавок и до 5% гипса разной модификации. При подборе мергелей для выпуска материала тщательно оценивать содержание и соотношение глинистых и известняковых компонентов. После обжига в роман-цементе должен отсутствовать свободный оксид кальция. Если роман-цемент обладает высоким качеством, то это вещество в нем заменено силикатами, алюминатами и ферритами кальция. В зависимости от того, какой вид мергеля применяется, свойства роман-цемента сильно меняются. Они зависят не только от химического состава сырья, они зависят также от структуры, от характера и степени равномерности распределения в мергеле различных примесей. И роман-цемент наиболее лучшего качества получает из мергеля, который не содержит значительного количества магнезиальных примесей. Гидравлический модуль роман-цемента колеблется в пределах от 1,1 до 1,7. В таком цементе содержится больше глинистых веществ по сравнению с цементом и гидравлической известью. Ну и как уже было сказано сегодня в роман-цементе, большая часть извести связана с силикатами, алюминатами и ферритами кальция. И вот такой состав как раз таки и характеризует гидравлический характер твердения роман-цемента. В некоторых случаях для повышения прочности к роман-цементу добавляют гипс в количестве от 5%. И в таком случае уже получаемый продукт будет носить название не роман-цемент, а гипсовый роман-цемент. А если в роман-цементе содержится значительное количество свободной извести, то тогда необходимо введение гидравлических добавок в количестве более 16%. Производство роман-цемента заключается в добыче мергеля, его удроблении на куски требуемого размера, обжиге, в последующем помоле обожженного сырья. При отсутствии углекислого магния обжиг сырья ведется в основном в шахтных и в некоторых случаях во вращающихся печах. После равномерного печного обжига смесь подвергается тонкому помолу и соединяется с отдельными компонентами. Готовый продукт имеет вид порошка серо-зеленого или желтовато-бурового оттенка. Помол обожженного материала в шаровых мельницах лучше производить совместно с гипсом и активными минеральными добавками, так как при этом получается более однородный продукт. В тех районах, где нет месторождения мергели, можно изготавливать роман-цемент из искусственно составленной смеси известняка или мергелистого известняка с глиной. В таком случае сырьевые материалы измельчают, смешивают, формируют сырьевую смесь в брикеты и затем их загружают в печь. Но роман-цемент, полученный таким образом, имеет более высокую стоимость. Большое значение при обжиге магнезиальных мергелей имеет правильно выбранный режим обжига и строгое соблюдение этого режима, так как иначе можно получить продукт со свойствами, которые очень значительно колеблются. Температура обжига зависит от состава сырья и его структуры. Например, если в сырье содержится небольшое количество магнезиальных примесей, то температура обжига будет составлять от 1000 до 1100 градусов Цельсия. А для обжига магнезиальных мергелей такая температура очень высокая, так как магнезия при этом будет пережжена и малоспособна к гидротации. Поэтому при таких мергелях обжиг ведется при более низкой температуре, которая зависит от содержания магнезии и составляет от 800 до 900 градусов Цельсия. При слабом обжиге, в особенности при наличии песчаных примесей, в роман-цементе может содержаться некоторое количество несвязанной извести, возможно также присутствие неразложенного карбоната кальция. И это необходимо учитывать при определении величины гидравлического модуля, вводя в расчеты соответствующие поправки. Схватывание и твердение роман-цемента основано на гидротации силикатов, иллюминатов кальция, аналогичных имеющимся гидравлической извести и в основном составляющих роман-цемент. Начало схватывания роман-цемента должно наступать не ранее 20 минут, от момента затворения водой, конец схватывания, не позднее 24 часов. Роман-цемент является медленно твердеющим вяжущим веществом, оно имеет относительно низкую марочную прочность, и в настоящее время промышленность выпускает роман-цемент марок 25, 50 и 100. Марку определяют по значению предела прочности при сжатии образцов, которые изготавливают из жесткого раствора состава 1 к 3 по весу и испытанных через 28 суток комбинированного хранения. Обратите внимание, так же, как и гидравлическая известь, изделия из роман-цемента сначала выдерживаются 7 суток во влажной среде и затем 21 сутки уже непосредственно в воде. Испытания через 28 суток на заводе необходимы только для контроля производства, для изучения роста прочности роман-цемента во времени, а маркируется роман-цемент по стандарту на основании результатов 7-суточных испытаний прочности при сжатии и растяжении. Температура и влажность окружающей среды оказывают очень большое влияние на степень твердения роман-цемента, то есть первое время до 7-суточного возраста для его твердения наиболее подходящими являются воздушно-влажные условия, а при повышении температуры окружающего воздуха твердение заметно ускоряется, при понижении температуры, соответственно, резко замедляется. Для получения теста нормальной густоты из роман-цемента требуется от 30 до 50% воды, истинная плотность роман-цемента составляет от 2,6 до 3 грамм на сантиметр кубический, плотность в рыхлом состоянии от 800 до 1000 килограмм на метр кубический и в уплотненном от 1000 до 1300 килограмм на метр кубический. Тонкость помола роман-цемента характеризуется остатком на сите 0,2 не более 5%, а остаток на сите 0,8 должен составлять не более 25%. Роман-цемент должен обладать равномерностью изменения объема при испытании кипячения в парах воды. Лепешки для испытания на равномерность изменения объема выдерживают до испытания в течение 7 суток во влажной среде. Роман-цемента выпускается в небольшом количестве, так как хранить роман-цемент более чем 3 месяца не рекомендуется, его качество значительно понижается. Роман-цементы из-за невысокой механической прочности при производстве массивных железобетонных конструкций не используются. Они используются в основном при проведении штукатурных работ в помещениях с высокой влажностью, при производстве небольших стеновых блоков с термовлажностной обработкой полученной продукции. Роман-цементы могут быть использованы для каменной кладки из каменных блоков при сооружении малоответственных наземных и подземных объектов, малых построек небольшой массы, сооружение фундаментов для небольших легких постройок местности с высоким уровнем грунтовых вод, болотистой местности. Также использование роман-цемента целесообразно в условиях малых нагрузок и повышенной влажности. И строительные растворы и бетоны на роман-цементе отличаются от полученных на гидравлической известии более высокой стойкостью при эксплуатации во влажных условиях и при попеременном увлажнении и высушивании. Так, ну это в принципе все, что на сегодня мы должны были с вами рассмотреть. Давайте подведем итоги краткие сегодняшнего занятия. Мы говорили о том, что существует более 70 разновидностей портланд-цемента. Для получения цементов заданными свойствами есть несколько направлений. Это регулирование минерального состава структуры цементного клинкера, регулирование тонкости помола и зернового состава цемента и введение в состав цемента минеральных и органических добавок. Мы остановились на наиболее распространенных видах портланд-цемента, рассмотрели их основные характеристики, способы, технологию производства. Также мы изучили или рассмотрели сегодня гидравлическую издействие, роман-цемент, их свойства, технологию изготовления. Контрольные вопросы. Способы получения цементов с заданными свойствами. Быстро твердеющие портланд-цементы, свойства, характеристики, области применения. Третий вопрос – это белые цветные цементы, свойства, характеристики, область применения. Четвертый – портланд-цементы с органическими поверхностно-активными добавками. Пятый – это гидрофобный портланд-цемент. Шестой вопрос – портланд-цементы с активными минеральными добавками. Седьмой вопрос – шлакопортланд-цементы и глиноземистые цементы. Восьмой – расширяющиеся и безусадочные цементы. Девятый – гидравлическая, область применения, технология производства. Десятый – роман-цемент, состав, область применения и технология производства. Для более глубокого изучения сегодняшнего материала для подготовки на ответы на контрольный вопрос я вам предлагаю воспользоваться следующей литературой. Монография Сулейменова – вяжущие материалы модифицированной асфальтобетонной смеси на основе техногенного сырья для дорожного строительства. Издательство Тарасского государственного университета 2013 год. Учебник под редакцией Комахова «Цементы, бетоны, строительные растворы и сухие смеси». Издательство «Профессионалы. Город Санкт-Петербург» 2013 год. Учебное пособие Андреевой «Химия цемента и вяжущих веществ». Издательство «Санкт-Петербургской государственной академии» 2011 год. Учебник Сулейменко «Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе». Издательство «Высшая школа. Москва. 2012 год». И учебное пособие автора Акимовой «Минеральные вяжущие вещества. Москва». Издательство «Амади». 2017 год. Спасибо за внимание.